Увага! До эфира одна хвилина. Запис иди. Стоп, знята. Гэтая фраза, радио и тележурналисты чуют, что дня. Оперативность, дедлайны. Працовные задания, как видеокадры, изменяются одно другое. Часом гэта нагадывая авторалли. Праца у режиме шмат задачности не может быть по примусе. У журналисты это застаются только апантанные гэтай справа и люди. Сегодня они святкуют свое профессийное свято. Марина Северьянова зазернула у студии до своих коллег, как повиншовать их и потекавиться чарговыми планами. Всем привет и доброе утро. С вами Катя Календа. На календаре сегодня 7 мая. Это не просто день в календарике. Это дата, которая важна для меня в частности, потому что в этот день, в 1895 году, Александр Попов придумал, а главное продемонстрировал первый радиоприемник. С этого-то вся история и началась, которая длится вот у нас. В Гомеле уже 95 лет, поэтому всех коллег. А это радио Гомеле, ФМ, Гомель Плюс. Я, конечно, с удовольствием поздравляю с праздником. Ну и, кстати, в нашей стране 7 мая это праздник не только работников радио, а еще и телевидения и всех отраслей связи. Поэтому, в принципе, всех своих любимых коллег я поздравляю сегодня с праздником. Вы, кстати, тоже можете присоединяться. Это работа для души, для сердца. Я счастлива, что я здесь работаю. И мне особенно приятно делиться этим зарядом со слушателями, потому что, мне кажется, это чувствуется, потому что, если ты любишь свою работу, то это ощущается на невербальном уровне, в общем, даже через мониторы, через микрофоны, через динамики. Литерально про несколько минут у радио-студии начинается запись ранней телевизионной программы. У телерадио-компании Гомель журналисты могут проявить себя в разных ролях, дякуючи пленному сопрацовничеству и синтезу радио и телеэфиров. Вот сейчас для глядача рихтуются черговый, легкий, цикавый, мотивующий выпуск с самого ранка. Собраться силами, открыть глаза и улыбнуться самому себе, потому что улыбка – это то, что нас всех украшает. У суседней студии под рихтовкой до эфира есть еще одной программы «Суботний ранец». Ведущая Катерина Жданович устрекает гостей, тлумачивает телевизионные тонкости. Программа, даже, стартовала совсем недавно и уже стала одной из любимых у телеглядача. У нас есть возможность с 8 до 10 утра приглашать интересных гостей говорить на важные темы, но в таком достаточно легком формате. Так само Катерина Жданович – автор новых программ «Портреты и майстер». Уперше – ведомые люди, яких многие привыкли бачить при выконании службовых обовязков простают у неформальной обстановки. И телеглядачы могут доведаться об их житии, планах, захоплениях, об усим тем, что, звычайно, застается по закадрам. Майстер об наших земляках, чьи таленты креативно изъявляются уникальными и вызывают зачарование. А у этой студии оператор и технический персонал рихтуются до записи чергового выпуска новинов. Это делается три раза на день. Чтобы наполнить информационный выпуск, потребуется работа целого отдела корреспондентов. Это штабионные командировки, сдымки у Гомеля, экстральная оперативная информация, которую можно отримать по телефону альбо прозинтернет. Проходить усягу 10 хвилин, и декорации у студии заменяются. Корреспондент Миколай Скентьян подрихтовал огляд надзвычайных задареньев и ДТЗ, которые отбились на территории региона. Миколай – историк по адукации у коллективе телерадиокомпании, другий год. А до этого працавал у областной универсальной библиотецы имя Ленина. Все нужно сделать очень быстро, очень оперативно, и поначалу это даже пугало. Но очень быстро я освоился, и эта оперативность, эта скорость, она даже начала привлекать. Потому что работа в службе новостей – это всегда адреналин, это всегда какой-то такой кураж, я бы даже сказал. И поэтому я люблю свою работу, мне очень нравится. Итак, лечить кожных, кто працует в радио и телеэфирах. Мы спешаемся на любимую працу, натхняемся ее, и мкнемся быть корыстными и потребными людям. Заречить журналисты телерадиокомпании что годы отремливать великую колькость узнагарод на самых разных узровнях. На этом день наша коллега, наместник директора Алена Василюк, была удостойна золотого пера, заслуженной узнагародой от Белорусского союза журналистов. Лена, сейчас поздравляю тебя с наградой, ты ее заслужила, и я думаю, что золотое перо будет мотивировать всех журналистов телерадиокомпании «Гомель». Коллеги, благодарю за поздравление, действительно, награда очень вдохновляет на дальнейшее творчество. В этом году мы практически в два раза увеличили информационное обещание на телеканале «Беларусь-4». Речь о выпусках новостей, мы обновили формат и студию ток-шоу, теперь это точка зрения. Мы запустили два масштабных телепроекта новых, «Самая моя гомельщина» о неординарных людях региона и «Утренний информационный канал». Наши команды радиостанции «Гомель-ФМ Гомель-Плюс» ежедневно радуют слушателей своим креативом. Ну и плюс мы активно идем в интернет, мы разрабатываем новый сайт, мы развиваем наш YouTube, мы есть во всех соцсетях. В общем, много дел, задач, и сотрудники телерадиокомпании «Гомель», как всегда, свой профессиональный праздник встречают в делах, на рабочих местах. Так, сегодня мы все на працонных местах и рыхтуем для вас новые проекты. «Литеральный празд» два тени. В эфире стартует цикл программы «Се питание ЖКГ». Мы расскажем об самым наболелым и важным для насильства с этой сферы. А пока у всех веншуемся святым, мы ожидаем отримывать только добрые новины. Марина Северьянова, Сергей Комко, «Телерадиокомпания Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова